Дорогие друзья, здравствуйте, добрый день. У кого-то добрый вечер. Явно ни у кого уже нет доброго утра. Ну, давайте мы начнём. Передо мной поставили, вообще говоря, очень сложную задачу, при том, что я художественному переводу, конечно, обучаю, но задача была сформулирована, во всяком случае, таким образом, что я должна вам, людям, которые сами художественным переводом в массе своей не занимаются, немножечко подсказать, как обучать школьников, которые жаждут этим заниматься, что им посоветовать, как с ними работать. Это такая двойная, ну, матрёшкообразная задача. Я попыталась всё это осмыслить, и вот сейчас мы с вами вместе будем как-то пробираться. Значит, первый... Я поделила этот курс на две части. Первая часть называется первая. Ну, лекции я не очень люблю названия, но, строго говоря, первая беседа. Перевод как смена культурного кода. Потом до пятницы я вам предложу кое-что прочитать, как мне кажется, ну, так сказать, из обязательного чтения. Там небольшой объём, но это, во-первых, в поддержку того, о чём я буду говорить сегодня, а во-вторых, в преддверии того, о чём я буду говорить в пятницу. И в пятницу мы ещё раз поговорим, кто захочет, конечно, и беседа будет за ним называться перевод, что это такое, да, ремесло или искусство. В то же время в 12 часов в пятницу. Ну, давайте мы с вами вот о чём для начала поговорим. Как люди приходят в перевод? Потому что я очень часто получаю вопросы на таких встречах с читателями. Ну, вот как этим начать заниматься? Особенно, конечно, молодые люди страшно жаждут узнать, где этому обучают. Строго говоря, совсем, наверное, прямо обучить этому, ну, не то, что нельзя, но это такая довольно тонкая материя. Однако, всякие базовые вещи человек может обрести и сам, и на занятиях, допустим, в каком-нибудь иноязве на переводческом факультете. И есть ещё масса институтов, где теперь есть переводческие отделения. Ну, и в литературном институте, где, собственно, есть именно отделение художественного перевода. Ну, вот сейчас я переключу слайд, покажу вам некоторые... Ну, я не скажу, что это мой личный иконостас, хотя здесь все лица переводчиков, которых я люблю, чту, кого-то знаю лично. Но я именно эти фотографии здесь разместила, чтобы, когда вы будете говорить с ребятами, чтобы вы подчеркнули, что в перевод можно прийти, на самом деле, ну, в общем, любым путём. Траектории бывают абсолютно разные. Ну, вот здесь в верхней части, сейчас я вот тут вот уцеплю указочку, вот указочка. Значит, в верхней части вот эти вот все лица, это, к сожалению, люди, которые уже этот мир покинули. Это замечательные, великие переводчики, которых на свете уже нет. В нижней части это мои коллеги, любимые, здравствующие. И, опять же, я подчеркиваю, далеко не единственное, ну, вот кто влез на этот слайд, те лица здесь и появились. Но они появились здесь для того, чтобы вам немножечко рассказать о том, как, какими путями люди приходят в перевод. Здесь есть, конечно, люди с филологическим образованием. Но не только. Но, например, вот совершенно великий переводчик Виктор Петрович Голышев. Кто он по образованию? Физик. Рядом с ним Владимир Бакков. Кто он по образованию? Физик. Рядом Григорий Михайлович Кружков. Кто он по образованию? Ну, опять физик. Это, кстати, говорит немножечко о том, что всё-таки перевод – это такое довольно структурированное развлечение. То есть надо обладать довольно жёстким логическим мышлением, чтобы… Ну, знаете, как вот я иногда ощущаю, что голова работает как такой небольшой компьютер. Мы перебираем массу вариантов и просто по наитию, просто… Потому что мне это первое пришло в голову, и я сразу, допустим, фиксирую какой-то вариант. Ну, фиксирую. Но потом всё равно происходит такая его очистка, абсолютно логическое структурирование текста. Для этого надо иметь хороший логический ум. Да что там говорить? Вы же… Если среди вас есть учитель английского языка, вы прекрасно понимаете, что если ребёнок не впитал язык с молоком матери, да, то есть если он… Не стали его обучать языку, скажем, в 23 года или с самого начала жизни, то потом нам с вами, как учителям английского языка, приходится работать уже с другой сигнальной системой просто. То есть когда приходят какой-нибудь родители и говорят, ах, он у меня такой гуманитарный, у него наверняка пойдут языки хорошо, я сразу спрашиваю, а что у вашего ребёнка в математике? То есть, ну, в общем, мы с вами понимаем, что это требует хорошего, крепкого логического ума. Есть здесь среди этих людей, конечно же, и филологи, то есть люди, которые получили лингвистическое образование, филологическое образование, вот здесь вот в нижней части. Давайте я вам немножечко вообще перечислю, кто есть кто. Вот здесь, сейчас стрелочкой покажу, вот это вот, да, это знаменитый Иван Кашкин. Человек, который и сам был переводчиком, но знаменитый он прежде всего тем, что он организовал или собрал, скорее, знаменитую Кашкинскую школу. Это были люди, которые в первой половине и в середине 20 века уже, кстати, переперевели, ну, вот, многотомную классику, которая у нас с вами стоит на полках. Они выработали определённые подходы к переводу, которые живы и поныне, и они, конечно, во многом уже, так сказать, проверены и, ну, скажем, подправлены временем. Но основные базовые принципы Кашкинской школы – это хорошие принципы, и очень многие на сегодняшний день им следуют и рекомендуют. Дальше у нас Владимир Муравьёв. Это замечательный совершенно переводчик, это переводчик, ну, прежде всего мы его знаем как переводчика Толкиена. И когда меня спрашивают, чей перевод читать, поскольку их есть несколько, я всегда говорю, только Муравьёв и Кистяковский. Для меня это достаточно эталонная вещь. То есть если мы говорим о моих каких-то принципах переводческих, и на переводах Толкина – это такая лакмусовая бумажка. Я люблю перевод Муравьёва. Дальше, ну, многие из вас знают это лицо. Это Рита Яковлевна Райт, Райт Ковалёва. Без неё мы бы не знали Курта Волныгута, мы бы не знали Селлинджера. Я сейчас совершенно не вникаю в то, как люди, люди, вот эти вот люди, жившие за железным занавесом, не знавшие лично, ну, Рита Яковлевна знала, но я к тому, что в мае свои переводчики от тех времён не знали ни единого носителя языка, ни единого. Они жили абсолютно отрезанное от мира. Как они умудрялись перевозить, и почему надо корить там тоже Риту Яковлевну за то, что она где-то написала бутерброд с котлетой вместо бургера, для меня неведомо, потому что это всё равно бутерброд с котлетой. И все эти укуры, на мой взгляд, абсолютно ерунда. Поехали дальше. Это Асар Эпель. Человек, который внёс очень большой вклад, во-первых, в колонистику, он переводчик с польского был, и переводчик с идиша, и я его ещё немножечко тут сегодня буду цитировать, но, на мой взгляд, это очень-очень значительное лицо в переводе. Инна Максимна Бернштейн, Юлиана Яковлевна Яхнина, Лилиана Лунгина. Это лицо многие из вас знают, потому что Олег Дорман снял фильм «Подстрочник». Многие видели. Многие и книжку приобрели «Подстрочник», там, где Лунгина рассказывает, в общем-то, не столько о переводе, сколько о своей жизни. И это замечательное свидетельство эпохи. Она переводила со шведского, с французского. И вот здесь надо сказать, что она вела семинар. Она вела семинар французский, и многие очень ныне здравствующие, действующие переводчики с французского учились у неё. Вообще, форма семинар – это может быть самая лучшая форма для обучения переводу. То есть, когда вы будете говорить с ребятами о том, что, к чему надо стремиться, совершенно не обязательно стремиться в какой-то ахах вуз, потому что в вузе целенаправленно именно художественному переводу обучают крайне редко. И, ну, не факт, что качественно. А вот семинары – это оптимальная и правильная форма обучения переводу. И в нынешние времена, в общем-то, семинары можно вести и онлайн, так как мы сейчас с вами разговариваем. И я знаю, что их ведут онлайн, скажем, те же самые «Голушев» и «Бабков». Удивительное лицо. Я специально нашла эту фотографию юной Норы Гали. Мы ещё с вами о ней будем тоже говорить достаточно подробно. Но вот здесь вот это одухотворённое лицо. Я очень люблю эту фотографию. Просто хотела вам показать, какие бывают юные переводчики, а из них вырастают потом великие. Ну, здесь мои чудесные друзья. Марина Бородицкая, Ольга Дробот, Александр Левергант, Наталья Самуловна Мавлевич. И человек, совершенно особое место занимающий в моей личной биографии переводческой – это Нина Михайловна Дзимурова, наша с вами общая Алиса. И она не столько меня учила. Нет, я не занималась у неё ни в каком семинаре. И семинаров она никогда не вела. Но она моя благословительница в художественный перевод. И она меня как раз подтолкнула к тому, что изначально я стала заниматься именно переводом детской литературы. Хотя много чем ещё занималась потом. К чему я всё это вам показываю и рассказываю? К тому, что траектория у всех разная. Отпугивать тем, что надо обязательно где-то учиться и как-то серьёзно этим обладевать профессионально, не надо. Учиться можно совершенно по-разному. Вот есть такая книга «По-русски с любовью». Вот эта замечательная женщина, молодая Лена Калашникова, взяла интервью у практически всех переводчиков, которых я упомянула выше. И ещё у очень-очень многих. Это отдельный толстый тон. Книжку может быть даже... Ну, симпатично, конечно, найти книжку, но искать её не обязательно, потому что большинство из этих интервью выложено в сети. В частности, просто вы можете набрать Елену Калашникова, интервью с переводчиками, и все эти ссылочки повылезают сразу. И рекомендовать это читать ребятам очень уместно, потому что там обсуждаются какие-то абсолютно базовые вещи, базовые подходы к переводу и какие-то частные, почти интимные признания переводчиков. Например, ну, кто-то говорит, да, я вообще никогда не читаю книгу до конца, когда я её перевожу. Я не читаю, она меня должна так же удивлять, как она будет удивлять моего читателя. А кто-то говорит, да нет, я сначала, конечно, перевожу, читаю до конца, потому что, безусловно, я должен понимать, к чему я, читателя, веду. Отходов миллион. Вот отдельно я обращаю ваше внимание на интервью Натальи Мавлевич, которое называется «Иллюзия подлинности». Прямо набирается Наталья Мавлевич «Иллюзия подлинности» и находите его. И интервью покойной Юлианы Яхниной. Каждый перевод – это интерпретация. И вот здесь интерпретация – ключевое слово. Мы с вами прекрасно понимаем, что живём в эпоху постмодерна, что интерпретация текста, собственно, начинается с того, что любой читатель – интерпретатор текста. Мы же все абсолютно по-разному понимаем то, что мы читаем. И поэтому не может быть, кстати, перевода правильного или неправильного. Каждый человек гораст понять текст по-своему. Другое дело, что читатель делает это как бы, интерпретирует текст как бы пассивно для окружающих, да, а переводчик активно. То есть он ретранслирует своё понимание, свою интерпретацию текста читателя на другом языке. Но, конечно же, каждый из нас, и я думаю, что детям будет, например, такой пример очень понятен. Я несколько лет назад разговаривала с девочкой-старшеклассницей, которая, разглядывая свои длинные ухоженные пальцы с красивыми ногтями, сказала, ну, вы знаете, Анна Каренина, на мой взгляд, человек абсолютно безнравственной, она лишена любых нравственных устоев. Ну, в принципе, да. В принципе, вот так можно интерпретировать текст. Каждый имеет право. Но я в этот момент подумала, что если переводчик будет переводить Толстого на там какой-нибудь любой язык с этой установкой, с этой интерпретацией, я, пожалуй, буду опасаться читать этот перевод или рекомендовать его кому-то, потому что изначально Лев Толстой вообще-то не об этом писал, как мне кажется, а может быть и об этом, потому что, ну, в общем, все мы знаем, что, ну, Толстой – это такой мир колоссальный, да, при этом Толстой все-таки женщине сам опасался. И очень, очень, так сказать, это тоже отражается в прозе. В общем, интерпретаций – это великое множество. Теперь как подходить к переводу с этой точки зрения? Давайте поговорим поконкретнее. Вот вы будете, допустим, заниматься с ребятами. Допустим, будете с ними говорить о переводе. Главное, как я тут поделилась с коллегами, ну, вот с Наташей Мавлевичей, в частности, что вот у меня, так сказать, стоит такая задача – поговорить о переводе. Она говорит, мне кажется, очень трудно научить вот так вот за пару занятий. Может быть, попробовать сказать им, как не надо переводить? Ну, мы посмеялись, но, в принципе, действительно, я вам должна обязательно сказать, как не надо. Вот одну фразу на эту тему я должна сказать совершенно определенным образом. Не надо переводить слово за словами. Не надо переводить, как мы переводим на уроках английского языка, учебный текст. Задачи совершенно другие. И в связи с этим, конечно, мы должны учить, ну, или подсказывать, во-первых, без скидок на возраст и их опыт какой-то, да, ну, какой у них опыт-то жизненный и текстовый? Еще никакого. Текстовый надо накапливать, об этом надо очень много говорить. Надо говорить о том, что надо много читать по-русски, не по-английски, а по-русски, чтобы вот этот вот хороший русский текст внутри себя аккумулировать, чтобы планку поставить достаточно высоко, чтобы было понятно, что тот текст, который мы создаем на русском языке, это действительно текст хорошего уровня. А вот уровень английского, с которым они начинают, с которого они начинают переводить, он может быть, ну, почти любым. Можно начинать это все даже и в младшей школе делать. Можно начинать с очень простых книжиц, с очень простой лексикой. Ну, вот представьте себе, вот я вам сейчас показываю вот эту книжицу, сейчас я сделаю так, чтобы вам было видно, да. Ну, это книжка-картонка, даже не книжка-картинка, а книжка-картонка. Вот там на этом развороте одно или два слова, да, всего-то. Ну, можно же с маленькими детьми так работать. И при этом на этом материале, я вам, кстати, вот примерно на этом материале, в следующий раз покажу, насколько же это трудно. Вот об этом с ними тоже надо было говорить, что это вообще-то не путь, усыпанный розами, что нужно не только бешеное желание, которое у них, возможно, есть, но адская терпения. И тогда, ну, я так вот эти картиночки на этот слайд поместила, да, надо вскапывать, рыхлить, сажать или там сеять, да, и вот наши дети, они как бутоны, они должны расцвести. Они расцветут, между прочим, без нашего с вами участия. Кому суждено, расцветёт. Мы должны к этому немножечко подтолкнуть. То есть вот это вот моё И, которое вот здесь вот написано, сейчас попробую вам его показать, да, это довольно важное И, потому что, ну, бешеное желание, адское терпение. Я люблю очень историю про Серова, нашего великого художника Валентина Серова. Рисовал он, писал он картину, там должны были воробьи спаркивать из лужи. И он жаловался кому-то. Знаете, всё получается. А порх не получается. Вот этот порх, я очень люблю эту историю. Порх – это и есть, наверное, талант. Это, наверное, то, что заложено не в каждом человеке. Мы с вами отдаёмся в этом отсчёт. Но нам надо их всех охучить, окопать, подтолкнуть. И тогда они, кому суждено, взлетят. Вот такое напутствие. Когда я с детьми разговариваю на все эти темы, я, конечно, обсуждаю, в чём функция переводчика. Мы обсуждаем, кто есть переводчик автор нового текста, совершенно нового. То есть он сам проявляется. Со-автор. Или вообще-то, может быть, и киллер. То есть киллер автора, киллер оригинального текста. Дети, в общем, довольно быстро соображают, что я от них добиваюсь. Но сообразить – это ещё совсем не значит понять, как это делается. То есть наша с вами задача в процессе обучения – объяснить, чем отличается соавтор от автора, как этого добиться, а чем отличается киллер от соавтора. Это тоже довольно иногда тонкая грань, неочевидно. Кроме того, значит, для нас с вами довольно важный вот какой момент. Мне сказали, что я в основном буду выступать перед учителями английского языка. Но, как я понимаю, по списку, вот на час 47 человек, но большинство тут может быть и библиотекарей. Может быть, то, о чём я вам сейчас буду говорить, вам даже как-то и ближе окажется. Потому что целевой язык при переводе, ну, с любого, да, это русский язык. И здесь нам кто в помощь? Учителя русского языка и литературы. Учителя английского языка, тем более все последние годы практикуются в основном обучением без перевода на русский язык. Они очень часто не знают, какие капканы поджидают людей, которые вздумали перевести что-то на русский язык. Но чаще всего учителя английского языка тоже очень хорошо соображают, потому что им приходится делать обратное. Поясню. Любой ребёнок, который растёт у нас тут, он всё равно мыслит по-русски. Как бы мы его без переводным методом не обучали, он всё равно мыслит по-русски. И всё равно он свою русскую фразу, которая пришла ему на ум, свою мысль, которая у него сформулирована по-русски, он её всё равно неизменно внутри себя переводит. И наш ужас, как учили английского языка, заключается в том, что они переводят с русского опять же слово за слово. То есть они получают кальку с русской фразы. И это караул, потому что законы языков совершенно разные. При переводе с английского на русский происходит всё то же самое. То есть если человек не понимает системную разницу языков, то происходит вот это вот, происходит это калькирование, и результаты совершенно плачевные. Я вот здесь накидала просто списочек принципиальных, принципиальных различий между языками, которые для нас очевидны, но если ребятам не подсказать, что это есть, не показать это на конкретных примерах, им, возможно, это будет невдомёк. Ну, что касается лексики, русский язык глагольный. Русский язык весь стоит на глаголах, в отличие от английского языка, который, в общем, стоит на номинативных частях речи, на существительных и прилагательных. Далеко ходить не будем. Берём русский глагол. Ну, скажем, я устала. Устала? Что? Нормальный глагол. Или он женился. Тоже замечательный, нормальный глагол, что мы имеем в английском. I am tired. Или he got married. Основная там история – это причастие или прилагательное. И поэтому глаголы в английском, разве обчёлся, настоящие глаголы. Английский язык с точки зрения глаголов беден, там есть, ну, там, сколько-то мы знаем, и мы их учим, древние глаголы, таких настоящих глагольных, поэтому они все неправильные, поэтому мы учим формы глаголов неправильных, так называемых неправильных. Они неправильные, потому что, когда человек взял там в руки палку-копалку, и там ему пришлось обозначить своё первое там движение, там, не знаю, лечь, или сесть, или спать, ему надо было как-то назвать. Поэтому они все первые слова, да, они поэтому возникли в разных формах. Они не системные ещё были, поэтому они такие все в разнобой. А дальше, когда пошла систематизация, ну, в общем, глагол прибавлялось не так много уже из французского языка, мы знаем историю языка и так далее. Очень много в английском языке глаголов, которые просто превращаются из существительных, как, скажем, aim – это цель, да, и глагол to aim – это целиться. Или, например, to spoon – замечательный глагол. Mother spooned porridge into the baby's mouth. Замечательная фраза, но ложкой она засунула, да? Вот такие глаголы есть в английском. Короче, русский язык нас заставляет мыслить глагольно. Английский – нет. И в этом очень большая разница, когда мы переводим. Очень часто надо искать… Я прямо всегда говорю – ищите глагол. Ищите глагол взамен всех вот этих вот замечательных английских слов. По-русски наверняка найдется глагол. Так, что-то у нас вот такое. Так. Порядок слов. Мы знаем, что в русском языке мы можем жонглировать словами как угодно. Порядок слов в простом предложении в русском языке – это абсолютно произвольная вещь, а в английском она жесткая. Мы должны этим заниматься, как учителя английского языка. В результате мы не можем калькировать английскую фразу, когда мы переводим ее на русский язык. Это неправильно, это ложный путь, потому что там тогда все главные члены предложения, если мы скалькируем, окажутся в начале предложения. Нам этого совершенно не нужно, потому что в русском языке логическое ударение стоит в конце фразы. В этом смысле русский язык абсолютно, ну, как бы, следует нормальным законам психологии. Вы помните, ну, кто постарше, точно помнит фильм «Семнадцать мгновений весны». Вы помните, что там был такой эпизод, когда Штирлиц пришел в одной из последних серий, уже все очень драматично, пришел Штирлиц, кажется, к Айсману, ему надо было что-то выведать. Выведал, в конце попросил таблетку от головной боли и ушел. И закадровый голос Капеляна. Штирлиц знал, что если Айсману способ был ли он, он скажет, что был, за таблетка от главной боли. То есть запоминается последнее. И в этом смысле русский язык действует совершенно по законам вот этой самой психологии. Мы на последнее место ставим главное слово, то, которое является новой информацией предложения. Это важно, это безумно важно, потому что иначе ваши ученики просто будут калькировать английскую фразу, и она останется жесткой. Жесткой. В то время, как по-русски надо ее просто переставить, просто немножечко пожонглировать словами и проявляется смысл тут же. Дальше разница между, ну, системная разница между языками в смысле сложных предложений. Русский язык весь стоит на сложном сочинении и на бессоюзной связи. Английский на сложном подчинении. Это не значит, что ни в том, ни в другом языке нет примеров иных, но все-таки и не только английский, и французский, и немецкий, они стоят на сложном подчинении, там многоступенчатая вот эта структура предложений, которые совершенно естественны для языка. А если мы начнем все это тянуть в русский язык, фраза будет очень тяжелая. Поэтому никогда никому, например, не рекомендую, скажем, того же Льва Толстого в качестве замечательного стилиста и в качестве хорошего примера русского синдексиса. Это не так. У нас граф, обладая замечательным, конечно, объемом русской лексики и чудесным русским языком, он мыслил структурно в рамках французского синдексиса. Это очень сказывается на длине предложений, на том, как они структурированы. Поэтому фраза Толстого, прямо скажем, не летит. А чья летит, знаете, вот Александр Сергеевич Пушкин, который все-таки пораньше с Толстого жил, у него фраза все-таки летит. лучше капитанской дочки, скажем, я про прозу сейчас, я не про поэзию, лучше примеров, чем та же самая капитанская дочка в 19 веке, это еще поискать. Но были, конечно, и позже хороший русский язык, там, не знаю, Гончаров, которого я очень люблю. Ну, а в 20 веке кого надо читать, чтобы понять, что есть хороший русский синтаксис? Бунинг, Куприн, Юрий Казаков. Еще можно поискать какие-то примеры, но я просто навскидку какие-то имена называю. В общем, короче, русский на сложном сочинении и бессоюзной связи, и в связи с этим пунктуация. Пунктуация почему-то практически не учат нигде, она у нас очень разная, но начинается оформление прямой речи, потому что дети очень часто начинают в английском ставить вот эти тире перед прямой речью, без кавычек, то есть оформлять, как мы привыкли видеть это в русских книгах. Все не так. То есть в прямой речи там отдельная пунктуация, со сложными предложениями тоже отдельная история, сложно сочиненными и бессоюзными, мы очень любим тире, я прям обожаю тире, и двоеточие. Для английского во-первых, они встречаются в разы реже, а во-вторых, совершенно в других ситуациях. То есть законы их расстановки совершенно иные в языках. Ну и вот то, над чем вы наверняка задумывались, учителя английского языка, когда преподаете вы тему пассив, пассивный залог. объясню на пальцах. Для чего нам нужен страдательный залог? Почему когда мы преподаем английский, ну я не знаю как сейчас, но в былые времена отдельная учебная четверть, в течение какого-то определенного учебного года была посвящена теме тассив босс. Почему? Очень просто. Потому что в английском языке эти конструкции примерно 33%, а в русском? А в русском 3,5%. Если вы спросите любого учителя русского языка, дает ли он отдельно тему страдательный залог, выяснится, что там упоминается пару-тройку раз в течение курса, то есть дети имеют представление о том, что это существует. В русском языке это не нужно специально этому обучать. Почему? Какие есть ресурсы в русском и чем все это отличается от английского? В английском мы обязаны просто вынь да положь строить двусоставное предложение. Двусоставное предложение очень часто требует пассива, потому что нужно какое-никакое подлежащее выдать. Односоставное предложение русского языка наше спасение от пассива. Мы говорим дома строят. строят некие некие кто-то строит даван. Вы что думаете, что в английском языке так принципиально так сказать сказать, кто их строит? Тоже тоже не принципиально. Они тоже хотят убрать этих рабочих из предложения. Убрали. Только каким способом? Когда рабочие перестали быть подлежащим. Вот я так вкратце напоминаю, для чего в английском нужен пассив. Чтобы сделав рабочих дополнением, их можно было бы знать из предложения. Houses are built или were built и так далее. Вот. Это я навскидку вам просто показала принципиальные пункты, по которым различаются языки. И естественно это те колдобины, на которых будет спотыкаться каждый первый, когда вдруг начнет заниматься переводом на русский язык. Об этом надо говорить отдельно обо всем. Вот. Здесь у меня, вы потом посмотрите, вы все это сможете скачать, правильно? Вот я сейчас нажимаю галочку разрешить участникам загрузку ресурсов. Вы потом это можете скачать, вы прочитаете цитату целиком, мы сейчас не будем на нее тратить время, но я очень люблю начало. Удивленный иностранец о русском языке имеет троюродное впечатление. Вот. Ну и когда дети начинают переводить, они имеют о своем языке на самом деле одно представление, об английском другое, вот как их соединить. Это наша с вами задача. Вот как перекинуть мостик от одного языка к другому. Опять же показываю на доступном примере из ежедневной практике учителя английского языка. Вот наши русские фразы. Осенью часто идет дождь, идет сильный дождь, дождь идет уже трое суток. Жутко трудно бывает с двух сторон вот эти конструкции. Ну, во-первых, лексически идет дождь, наша конструкция на глаголе, по-английскому на глаголе идти, а дождь и там снег существительный. По-английски как ни странно, в отличие я тут митингую, что английский виск не на глаголах, однако в этом случае по-английски rain и snow это глаголы. И вот переключить мозги ребенка, чтобы он это как-то в себя впустил, бывает очень трудно. Ну, допустим, впустили, допустим, уже пользуемся. Дальше у нас проблема. Везде глагол идет. И они начинают калькировать этот русский глагол, когда они мысленно начинают слово за слово, без большого энтузиазма, надо сказать, строить эти фразы по-английски. И глагол получается везде, к сожалению, ну, если не is going, то, в конце концов, они ставят israeli. И как им объяснить, что ситуация языковая совершенно разная в этих трех предложениях? Непросто. Все действуют, конечно, по-разному. Я, например, предпочитаю рисовать вот эту картинку, потому что у нас дети вообще в большинстве своем визуал, и школа в них визуальное восприятие гораздо больше развивает, чем, скажем, слуховое. Я сама рисую, заставляю их рисовать, и это довольно эффективно. Они начинают понимать, что от русской фразы надо перекинуть мостик к английской, то есть вот эта вот ось времени с визуальным изображением каждой из этих фраз, это мостик, который дальше им позволяет отшелушить русские слова, и дальше вот по этой картинке или по этой картинке выстроить заново предложение уже по законам грамматики английского языка. Надеюсь, вы меня поняли и больше я вас обучением английского грузить не буду. Вообще говоря, вы, конечно, должны понимать, что обучение переводу надо очень сильно отстранить, изолировать от обучения собственно английскому. На уроках английского языка довольно трудно обучать переводу. Это, скорее всего, может быть факультатив, это могут быть какие-то отдельные занятия, курсы и так далее. На уроках, ну, я встречала учителей-энтузиастов, которые могут это как-то в ткани плоти урока ввернуть. Но обычно это бывает все-таки очень сложно, мы сами по себе, так сказать, по своей практике это знаем. Ну, это цитата из Рея Брэдбери. Почему она здесь? Ну, прежде всего, наверное, потому что действительно я хочу сказать, что если мы как-то вот на эту свежевспаханную или еще даже непаханную почву готовы напрячься и заранить какие-то семена, пока детям интересно, это будет собственно лучшим стартовым таким импульсом для их дальнейшей деятельности, чем бы они ни занимались, может, они не будут переводом заниматься, но они будут тоньше относиться к любому тексту. Вот это нам с вами очень важно, чтобы у них появился вкус к слову, интерес к слову. Ну, еще ради одного я это здесь расположила. Вот Рэй Брэдбери из такого-то рассказа и я пишу перевод Норы Галли. Когда мы цитируем каких-то авторов зарубежных, очень важно бывает, это просто нормальная такая вот ежедневная культура общения со словом, переведенным словом, указать переводчиком. Когда мы с ребятами об этом говорим, мы просто должны это спокойно всегда делать. Тогда в итоге у нас не будет возникать ситуации. Я иногда там читаю, допустим, про каких-то своих авторов. Ой, там, допустим, Кедди Камилла так замечательно подобрала тут слова. Я думаю, господи, ну это же я вообще-то эти слова подобрала. Не потому, что мне жаль Лавров, так сказать, Кедди Камилла или я жажду больше славы. Нет. А потому, что люди вообще не понимают, кто стоит между автором текста на другом языке и переводом, который существует дальше по-русски. Это довольно важно. Вот Лена Калашникова, она еще хороша тем, автор, вот, интервью с переводчиками и зачинщик этого замечательного дела, что она вывела профессию из тени. Профессия, которая очень достойно сейчас представлена. У меня действительно очень много коллег, которых, перед которыми я преклоняюсь буквально. Но кто бы их знал, если бы не было, например, вот этой книги и этого проекта. Довольно важная история. Теперь, собственно, мы переходим к разговору о культурном коде, который у нас вынесен в заголовок нашей беседы. Ну, мы с вами примерно знаем, что такое культурный код, да? И знаем, что он размывается. Мы живем, опять же, в эпоху постмодерна, когда уже у нас не существует практически, ну, не знаю, ста книг, которые прочитал любой ребенок обязательно. Нету их просто. Не существует не знаю, ста песен, которые знает наизусть каждый подросток. Нету? Все живут по-разному, все просто, потому что объем текстов уже неизмеримый возраст. Даже не геометрический, я не знаю, в какой уже прогрессии, да? Даже по сравнению с нашим ранним детством. Культурный код размывается, но тем не менее есть какие-то вещи, которые свойственны все-таки разным культурам в достаточной мере. Ну, в общем, нам при переводе приходится такие вещи учитывать, скажем, вот так. Потому что есть какие-то там, ну, не знаю, даже детские считалки, которые в каждой стране свои, которые вот там начни говорить ад и бат и там шли солдаты, ребенок скажет ад и бат на базар. Некоторые уже не скажут, я в курсе, но некоторые скажут. Те, которые гуляют по дворям. Эта культура тоже уходит потихоньку. Но мы не о глобальных культурных различиях, а о том, какие перед переводчиками могут стоять в этом смысле задачи. Вот я вам показываю обложечку книжки, которая еще не вышла. Она выходит, я думаю, что в мае месяце она уже выйдет. Это новая книжка Кидзи Камила. Называется Райми Найтингейл «Девочка с лампой». Когда я ее переводила, там было несколько ситуаций, связанных именно с культурным кодом. Я их каждый раз решала по-разному. Сейчас я вам покажу прям все три примера потому что мы каждый раз можно, конечно, учить и говорить, что есть вот такой подход, и сякой подход, но это только на примерах. Это невозможно затеориатизировать как-то заранее, потому что каждый случай будет абсолютно индивидуальным. Значит, смотрите. Почти в самом начале книжки выясняется, что у главной героини папа ушел, убежал, и все ее дальнейшие переживания и действия связаны с тем, что она хочет папу вернуться. И, ну, поскольку я поняла, что здесь есть участники, которые не знают английского языка, я немножечко даже поподробнее обрисую картину. Значит, двумя днями ранее ее отец сбежал с женщиной, которая была зубноврачом, там, гигиенистом. И дальше вот вы видите, я даже выделила вот это вот место. Девочке приходит в голову фраза «Hey, little girl, the dish ran away with a spoon». Ну, это понятно. Это буквально детский тишок из там матушки гусыни сборника. Это знает каждый ребенок. Как у нас, ну, почти каждый ребенок, допустим, знает, не знаю, одеяло убежал, улетел в пастыне. Потом они забывают, но в некотором возрасте знают. Как нам поступать в этих случаях? Безусловно, нам надо стремиться к тому, чтобы у читателя возникло то же ощущение при чтении, те же ассоциации, которые возникают у оригинального читателя, когда он читает оригинальный английский текст. В ситуации вот именно такой добиться этого крайне сложно. Мне было понятно, что есть тарелка и есть ложка, которые убежали, ну, и как-то это должно звучать очень по-детски. Дальше я понимаю, что тарелка и ложка это не обязательно, что может быть просто какие-то два элемента, которые убежали, но дальше девочка говорит, что эта фраза ей приходила в голову каждый раз, когда она думала про папу и про эту женщину, но с мамой это нельзя было обсуждать, потому что мама и так, в общем, сильно очень расстраивалась по этому поводу. Сначала я, конечно, обратила свой взор к Чуковскому и там какой-нибудь Сыдорина горе, да, или тоже одеяло убежало, там много кто бегал, да, чайник за кофейником и так далее. Но потом я все-таки эту версию отмела. Почему? Потому что мне показалось, что слишком очевидно, слишком очевидно для нас история с Чуковским. То есть в книжку, где главной героиню зовут Райми, о ее подружке завод Беверли Луизиана, все-таки не стоит привлекать Чуковского, который будет явный. Дальше я долго-долго придумывала и сейчас я вам покажу итог. Я хочу сказать, что он не единственный. Это один из миллиона вариантов интерпретации текста. Просто смотрим в данном случае на подход. Значит, вот этот английский текст. Что получилось по-русски? Два дня назад отец Райми Кларк убежал с женщиной, с женщиной, стоматологом, гигиенистом, стоматологическим. Да-да, есть такая профессия. А папа убежал из дома. И уже третий день Райми лезет в голову дразнилка. Воображала хвост поджала и под лавку убежала. А под лавкой крокодил воображала проглотил. Только кто из них папа воображала или крокодил? Вопросов много, но спросить некого. Мама и без крокодила очень расстроена. Друзья мои, я не знаю, насколько, так сказать, отобрила бы меня Кедди Камилла или нет. Я практически уверена, что одобрила бы, потому что мы с ней мыслим как-то достаточно сходно. Все-таки я все ее книжки переводила, я понимаю ее логику, я понимаю встрою ее мышление. Я в данном случае не просила разрешения. Но вы видите, как далеко, как далеко я ушла от оригинала. Учить этому детей, ну, детям можно показывать, что так тоже можно. Не надо говорить, что так нужно. Вы знаете, с фантазией у них хорошо. Они и сами замечательным образом уйдут далеко при далеко. Иногда их надо будет наоборот останавливать. Но показать как можно стоит. Смотрим другой вариант. Вот те самые три девочки. И вот эта девочка Луизиана, она говорит, что она из семьи циркачей, и она такая вся простакая. У нее самые замечательные родители, которые называются Flying Elephantus. Не Elephants, не слоны, а именно Elephantus. Такая цирковая фамилия. И девочки начинают ее допрашивать, что они делали. Ну, понятно, что Flying это летящие. И она отвечает, ну, что они вот на трапеции, конечно, да, они были гимнасты. И она дальше дает цитату. Она не говорит, откуда, она просто говорит They flew through the air with the greatest of ease. They were famous. И так далее. Это цитата. Ну, для начала грамотный переводчик ее должен опознать, должен понять, откуда это, чтобы не переводить это просто как ее прямую речь. На самом деле, это, конечно, песенка, довольно известная. Я при полном отсутствии слуха рискну сейчас ее напеть, может, кто-то узнает. He flows through the air with the greatest of ease. Дарья young man on a flying trapeze. И так далее. Узнали, что делать в этой ситуации? Ну, узнали. У нас же ее нет, вернее, она есть как-то по-русски, но она, так сказать, эту версию я отмела сразу, потому что она не лучшим образом переведена, а главное, она неопознаваема. Здесь же, здесь читатель должен опознавать это с полпинка. Что делать? Надо, видимо, что-то подставить из нашего культурного кода, да, из понятного и знакомого нам. Ну, подумала, подумала, что они будут у меня, наверное, не летающие, а, наверное, крылатые, может быть, да, и придумала следующее. Она говорит, когда объясняет, да, она говорит, помните песенку «Крылатые качели?» Вот на таких качелях они взлетали под самый купол цирка, а потом летали там с перекладины на перекладину, были очень знамениты и так далее. То есть, я взываю к нашему культурному коду. Опять же, это один возможный подход из кучи других. Я уверена, что многие из вас и ваши ученики придумали бы что-нибудь повеселее. Ну, вот у нас получается таким образом, то есть, их звали крылатые фанта. Я напоминаю про песню «Крылатые качели». Кто-то помнит, кто-то не помнит, но понятно, что она существует вот при вот такой подаче текста. Можно ли без этого обойтись? Ну, конечно, можно. Будет ли тот же эффект от чтения по-русски, то есть, когда у читающего человека рождается какая-то ассоциация, не знаю, если перевозить без вот таких вот ходов, не будет никаких ассоциаций, мрачно сказала я. Можно ли совсем обойтись без смены кода? Ну, вот девочка все та же Луизиана, она в какой-то момент очень счастлива и говорит бабуле, можно я буду петь? И бабушка говорит, ну, конечно, там пой. И она начинает петь песенку. Мне очень, конечно, хотелось, чтобы наш читатель понял, что ей хорошо. Песенку эту у нас может быть и знает. я сейчас вам ее включу, даже у меня есть, я не знаю, сейчас будет слышно или нет, но первые такты я включу. будем надеяться, что кто-нибудь что-нибудь услышал. услышно, спасибо. И вы наверняка ее узнали. Но для того, чтобы читатель не слыша песенки без ютуба понял, о чем речь, мне пришлось сделать следующее. Дело в том, что Лаузиана и ее бабушка, они такие бедные несчастные, и они все время воруют в магазинах или на всяких мероприятиях приходят и там бабушка в карманы шубы засовывает разную снедь, а две другие девочки все время подозревают в том, что они банда грабителей. И вот эту идею про банду грабителей на самом деле Кедди Камилла вложила в Рейн Робски «Falling on my head», потому что эта песня не так просто знакомая нам песенка, а может быть мы даже этого и не знаем, но это из фильма 69-го года, вот здесь вот я написала, это такой детективчик приключенческий Бочи Кассиды и Санден Скин, и вот это вот хотелось тоже передать не упустить, поэтому я сделала следующее, вот смотрите, и Луизиана запела, я не стала перевирать песню, так и называется «Капли дождя», но я добавила песню знаменитого фильма про банду грабителей, значит, я здесь немножечко другую выбрала дорогу, возможную, да, мне кажется, тоже возможную, то есть вот эти все три примера, да, они о чем, о том, что каждый раз все заново, как с чистого листа, совершенно нет никакой прописи, и ничему я заранее научить не могу, я могу только показать, как оно бывает, едем дальше, вот я вам показывала примеры про подстановку родного культурного кода вместо какого-то там, скажем, английского стишка, всегда ли уместно это, ну, вот мы выяснили, что когда-то надо, когда-то не надо, но с родным культурным кодом тоже надо держать ухо востро, потому что бывают разные ляпы. Дети наши, ведь мы знаем очень часто, они, например, берут фразеологическую единицу какую-то и перемешивают ее с другой, причем они делают не только в английском, когда говорят, но и в русском, причем далеко ходить у нас взрослые очень часто говорят не имеет значения играть роль, а ровно наоборот, да, это тоже слон фразеологической единицы. Не будем сейчас говорить умные слова, как это называется в филологии. Это слон на самом деле. Бывают и другие капканы фразеологии. Вот сейчас покажу. Вот я перевожу довольно много драматургии, и есть у меня мой любимый сопереводчик в этом деле Таня Тульчинская, вот мы с ней перевозили чудную совершенно пьесу Балаган, которая идет по городам и весям уже довольно широко, комедия. И там есть такая реплика, вообще там все про актеров. И вот, значит, молодая актриса говорит молодому же актеру, но более известному, такому, более опытному, который за ней приударил, говорит, я always trying to do some bullshit actor guy thing on me. Ну, во-первых, здесь небольшое ругательство есть, да, ну, так, ругательство в кавычках, но оно имеется. По этому поводу сразу можно сказать. все английские ругательства в подметку не годятся русским, которые, возможно, в словаре записаны как основной перевод этого слова. Все английские слова нежнее, все эти слова shit, fuck и так далее, они, это типа нашего черта бери, не более того. То есть, никакого здесь ни мата, ни даже сколько-то серьезного ругательства не заложено. Но ужасно хотелось передать вот всякие коннотации, да, которые здесь есть, ее отношение к нему. Вот мы попробовали сделать так, эти твои закидоны, ну, первый парень на театре, и ему нравится, он говорит, как ты сказала, первый парень на театре, в этом что-то есть. То есть, он не понимает на самом деле подтекста, а мы с вами понимаем, какое продолжение, вот напишите мне, кто-нибудь помнит, какое продолжение. Во-первых, что это за идиома, где у нас театр, слово театр подставлено вместо какого слова? Кто-нибудь мне напишет? Я смотрю на чат. На деревне. Совершенно верно, спасибо. На деревне. А продолжение? Кто-нибудь помнит продолжение этой пословицы? Первый парень на деревне, ну-ка вспоминайте, она, между прочим, не про такого вот, Ростакова. Это, конечно, а в деревне три двора, да, или, как еще говорят, два двора даже, да. Значит, существуют у русских пословиц совершенно расхожих вот эти потерянные хвосты. Первый парень на деревне, а в деревне два двора. Хлопот полон рот, и там тоже какая-то концовка. неожиданная, неожиданная, но обычно, если человек говорит это, он чаще всего имеет в виду продолжение. То есть, первый парень на деревне, мы всегда говорим с легкой иронией. Перебольше кидай дальше, кто не знает продолжение, он может подумать, что это прям про нормы ГТО. На самом деле тоже нет. Вот давайте мы посмотрим, что у нас, какие бывают продолжения. хлопот полон рот, а есть нечего. То есть, это про пустые хлопоты. Бери больше, кидай дальше, а пока летит, перекур делай. То есть, это абсолютно сразу снижает градус, вот этот пафос, да, этого лозунга, и просто говорит о том, что кто-то хочет работать спустя рукава, и вовсе не готов, так сказать, сдавать норму ГТО. Правильно? Вот. Значит, вот эти вещи, это тоже часть культурного кода, и об этом мы должны с ребятами говорить всенепременно, потому что это такие серьезные засады, которые ждут их на этом пути в том числе. Смотрим дальше. У английских идиом тоже бывает очень интересная жизнь в русском языке. некоторые, вот как на этой картиночке, да, они приживаются. Что тут у нас? Это бабочки в животе. Они потихонечку у нас приживаются в русском языке. На мой взгляд, они приживаются исключительно в положительном смысле. То есть, мы не скажем, что у меня бабочки в животе перед экзаменом. Мы скажем, что это, ну, когда предвкушение чего-то хорошего, потому что у нас бабочка очень положительная, все-таки насекомая, оно такое, несет какую-то радость в жизни. Но я специально выбрала именно эту картинку, потому что, на самом деле, по-английски перед экзаменом тоже бывают бабочки в животе. То есть, просто, когда человек нервничает, нервничает довольно сильно, там в животе заводятся бабочки. Это идиома, которую, не дай бог, переводить дословно. Никакой в русском языке соломинки, которая сломала верблюду спину, не существует в природе. Это просто наша последняя капля, да, у нас, вот это явилось последней каплей. Я не буду сейчас разбирать все вот эти варианты, вы потом тоже сами посмотрите, сами оцените. Ну, when pigs fly, это что? Ну, давайте, кто-нибудь напишите. I will finish this job when pigs fly. Это совершенно очевидно. Рак, конечно, рак на горе свистни. Вот, и так далее. Об этом надо с ребятами говорить просто на практике, просто заставлять их шевелить мозгами, просто дать им там десяток вот таких вот примеров, чтобы они дома поискали эквиваленты. И тогда в следующий раз, когда они споткнутся на одиннадцатую фразеологическую единицу, они уже поймут, что надо вообще-то думать и открывать словари. Значит, по поводу словари я должна сказать отдельно. Словари это такая незаменимая для переводчика история, потому что я обожаю, сколько бы у меня в голове не было слов. Во-первых, они все сцепляются по-разному. И вот как они сцепляются, видно не в дурацких русско-английских, англо-русских словарях, хотя есть и толстые, где тоже есть примеры, но прожиточный минимум переводчика это англо-английский толковый словарь. Я очень люблю словарь Лонгман. Он называется Лонгман Дикшнери of Contemporary English, то есть словарь современного английского языка. Можно и другие, но главное, чтобы в этом словаре были живые примеры, предложения. Тогда видно, как слова сцепляются в языке. И тогда мы уже на все это посмотрев, мы можем понять, как их расцепить и сцепить по-русски заново. Второй словарь, который я очень рекомендую при переводе с английского на русский, это цезаурус, например, цезаурус роже. Там такое гнездо бывает, ну вообще, как в любом цезаурусе, там бывает гнездо родственных слов. Это очень бывает полезно, сейчас не буду объяснять, зачем и почему. На практике сразу станет все понятно. А из русских словарей очень хорош, конечно, словарь синонимов, потому что иногда вот чувствуешь, да, вот нужно примерно такое слово, в голове пять, там, не знаю, прилагательных, а нужно двадцать пятое. И вот здесь словарь синонимов, конечно, незаменим, потому что, когда ты уже видишь этот список, ты из двадцати, там, девяти выбираешь это двадцать пятое, а когда ты должен в голове все это держать, иногда это двадцать пятое, заветное, не приходит, не сразу приходит. Ну, поехали дальше. Вот, как еще можно тренировать фразеологические единицы, да, то есть просто их трактовать, что такое, спрашивать, что такое кот наплакал, вот он плачет, почему он плачет, и заодно смотреть, какие английские, да, эквиваленты есть у русских пословиц или поговорок, стрелянный воробей, ну, я специальные картинки посмешнее подобрала, но вы можете работать вот с этим списочком, но этих списков в интернете вы наберете миллион, миллион, потому что в принципе это проблема не для переводчиков, это проблема для всех, для русского языка должна с этим работать непременно, потому что мы никогда не знаем, где и как надо подстелить соломку, и где вдруг наши дети в каком сочинении, в каком эссе на заданную тему на ЕГЭ вдруг употребят какой-нибудь странный фризиологический оборот. Кстати, вот я сказала соломку подстелить, как бы соломку подстелить по-английски, кто тут есть из учителей английского языка. Есть какие-нибудь идеи? Соломку подстелить, там не будет никакой строго, а что будет? Пока тихо, а вот я на самом деле ответ написала, вот он ответ, вот он ответ, да, буквально прикрыть свою задницу, соломку подстелить, это чтобы задницы жестко не было. Ладно, поехали дальше. Теперь мы говорим вот о чем, о том, что культурный код это довольно широкое и понятие не только лексическое, не только синтаксическое, о чем мы вот с вами уже поговорили, а это еще много чего. Я впервые задумалась о том, что фраза наша вот эта привычная цитата, да, перевод, это мост между культурами, она как-то устаревает. Мне кажется, что на сегодняшний день с культурами, ну, во всяком случае, с тем языком, с которого я перевожу, в силу глобализации все становится довольно, ну, много, скажем, много яснее и понятнее. Мы в поле одной культуры западноевропейской, туда примыкает и североамериканской, туда привыкаем мы, восточная Европа и вся наша территория русскоязычная, даже та, которая находится в Азии и далеко-далеко на Сахалине, все равно это западноевропейская культура, потому что у нас русский язык. А вот перевод, как мост между эпох, между эпохами, кстати, эпох или эпохами, по-моему, так и так можно, вот это довольно существенная история. Я впервые подумала об этом, когда переводила сколько-то лет назад вот эту замечательную книжку «Розмари Уэллс на синей комете». Там дело все происходит в 30-е годы 20-го века в штатах. Что такое 30-е годы в штатах? Но это мы все знаем, это Великая депрессия. И несмотря на то, что книжка приключенческая, несмотря на то, что там даже элементы какой-то фэнтези есть, потому что там путешествие во времени, там мальчик прыгает и оказывается внутри макета, они с папой собирают макеты для поездов, да, то есть железная дорога, там у них в подвале дома стоит вот эта вот прекрасная штука, которую они постоянно свою коллекцию выполняют, у них едят там разные поезда, а потом мальчик в какой-то момент от страха прыгает в этот макет и оказывается там внутри и путешествует на этом поезде и поскольку он путешествует из Чикаго в Калифорнию, то есть с востока на запад, он еще оказывается, что он путешествует во времени, да, то есть вот эта вот идея еще Эйнштейна о том, что относительно не только пространства и время, и он оказывается вместо 31-го года в 41-м году. Безумно интересно, очень хорошая книжка, но я к чему? Там такой прямо исторический фон, Великая Депрессия, а в 41-м году Вторая мировая война, и там все это очень явственно прописано. я когда приводила, я подумала, хорошо ли наши дети знают о том, что такое было в Америке. Конечно, плохо, но на этом уровне для там 10-12-летних детей, у которых эта книга написана, она дает в общем максимум информации, максимум представления, и больше не надо, может быть. потом я подумала, а что знают наши же дети про 33 года в нашей стране. Проверила, говорила, мало что знают, то есть знают какие-то единицы, знания крайне приблизительные. И вот тут я стала как-то анализировать про эпохи, я поняла, что дети да и взрослые зачастую имеют очень смутное представление не только о том, что происходило в другой стране в какой-то там, допустим, десятилетие, совсем недавняя история, совсем, но и в своей стране тоже они ничего не представляют. То есть мы переводчики призваны вот этот мостик перекидывать между эпохами и чем больше мы будем обращать внимание на такие книжки при выборе книг, об этом тоже надо с ребятами говорить, планку-то надо ставить высоко, они должны понимать, что если им суждено стать переводчиками, они должны быть переводчиками не просто исполнителями чужого заказа, они должны быть законодателями определенными каких-то трендов чтения просто своим выбором. Я выбираю для перевода вот такие книги, которые несут массу информации, которые несут какой-то образовательный могут иметь образовательный эффект для читателя. Мне лично это важно. Они могут быть сколь угодно развлекательными, как это и приключенческими, но без вот этого элемента мне неинтересно. Мне кажется, что с ребятами об этом тоже надо говорить. Ну что, в 30-е годы в Советском Союзе очень даже понятно, что происходило нам-то с вами, да? И вот эта вот обложка книги, детской книги, которая вышла в 30-м по-моему году, я сейчас там мелко не вижу, по-моему, 30-й год. Наши враги, наши друзья. О чем шла речь? О том, что у нас есть друзья, их немного, и мы сами себе друзья, и мы занимаемся индустриализацией, коллективизацией, мы сильны тем, что мы друзья, а вокруг нас только враги, и внутри у нас там тоже завелись враги, поэтому мы значит совершаем какие-то чистки, репрессии и так далее. И все годы сполна в ежедневной жизни людей. И от детей скрывать собственную историю, по-моему, не стоит. Значит, мы двигаемся потихонечку дальше. Когда я все это надумала, вскоре после этого меня позвали почитать несколько лекций, ну, не курс лекций, а несколько лекций в один американский университет в штате Индиана. И вот там меня попросили прочитать, ну, провести одну беседу в рамках курса, который назывался «Американское детство». Я была в некотором недоумении, потому что, ну, что значит, что я могу американским юношам и девушкам, а это первокурсники, второкурсники, по-моему, были колледжа, то есть 18-19-летние ребята, что я могу им, американцам, рассказать про американское детство. Я очень долго кумекала и придумала маленький урок, такой мини-урок. Потом я его не один раз проводила у нас здесь, в России, и поняла, что в данном случае все равны. Никто не знает ни своей, ни чужой истории. И нам об этом надо говорить крепко и много. и так перевод между эпохами, как мост между эпохами. Задаем вопрос, показываю фотографию, задаю вопрос, когда жила эта девочка? Но сначала в каком веке? Кто-нибудь мне напишет, мы сейчас с вами быстренько попробуем этот мини-урок одолеть очень быстро. Какие у вас представления о том, когда она могла жить, в каком веке? Или сразу, может быть, кто-то скажет десятилетие. 20 век, спасибо, правильно, начало 20 века. Что-нибудь еще есть? Значит, жила она действительно в 20 веке. Американские студенты мне сказали в 20-е годы по одежде, а я все-таки уточнила, что в 30-е, потому что на самом деле, поскольку девочка все-таки российская, я от вас этого уже не скрою, да, вот, ну, к нам где-то лет на 7-8-10 мода приходила позже. Эта девочка, конечно, жила в 30-е годы. Дальше я им задала вопрос, где? Они затруднились, естественно, потому что, ну, что, собственно, по этой фотографии можно сказать? И мы договорились о том, что у нас пока мало свидетельств о том, чтобы сделать какие-то, ну, для того, чтобы сделать какие-то выводы. Перешли к следующему тексту. Это кусочек из дневника девочки о том, как она со своей школой ходила в театр. и вот в конце написано, что во время антракта они вышли в пае и смешались с толпой в ярких шелковых платьях. Ну, и, кстати, здесь вот есть название спектакля, на который они ходили. The Cricket on the Heart это сверчок на печи. И я специально вам для опознания даже даю фотографии из этого спектакля. Это, конечно, Москва, это МХТ и понятно, что это сверчок на печи. Так, молодой человек в американском университете встает и говорит, ну, прочитав про шелковые платья, встает и говорит, ну, это цивилизованная, конечно, страна, но это точно не Америка. Я говорю, а почему не Америка, например? Он говорит, а потому что у нас в 30-е годы, говорит он мрачно, так почти трагически, у нас в 30-е годы была великая депрессия, театры были закрыты. Мы переглядываемся, там несколько профессоров сидел, там 4-5 человек, мы переглядываемся совершенно опешим, потому что мы даже не представляли, какая каша у людей в голове. То есть детям казалось, что если великая депрессия, видимо, все жили в землянках и гладали сухую корку. Они не представляют ежедневного быта и жизни депрессию. О том, что Голливуд процветал, о том, что театры на самом деле процветали, а вовсе не были закрыты, для них, им это не вдомок просто, они не знают. Крутим дальше. Дальше я, мы выяснили, что это 30-е годы, и я их спросила, какие идеи, ассоциации, образы, книги приходят им в голову, когда они слышат 30-е годы в США. Какое детство могло бы быть у этой девочки в США в 30-е годы? Поговорили об этом. Потом сделали то же самое с 30-ми годами в России. Тоже поговорили об этом. Немножечко я им там подвинтила мозги, чтобы они не думали, что у нас в 30-е годы медведи по улицам ходили или там в лаптях люди все ходили. Нет. Значит, подвинтила. Но потом я им показала следующее страничку из дневника девочки. Мне было важно, чтобы эти дети поняли, кстати, мне важно, чтобы наши тоже это понимали, что мечты у подростков, 14-15-летних подростков примерно во всех странах бывают одни и те же. Дети любят думать о своем будущем, о том, как прожить жизнь. И вот именно цитаты из этого дневника ровно про это. Как девочка говорит, что я не хочу там обыденной жизни, я хочу быть великой, и все это мечты, конечно, но эти мечты дают мне возможность быть счастливой хотя бы какое-то время. И мы обсуждаем, сколько девочки могло быть лет, что говорит эта цитата об ее характере. И сравниваем, могло ли это быть в Америке и в России. Это был хороший ход. Они на этом месте начали себя ассоциировать с этой девочкой. Они стали говорить о себе. Это был довольно важный момент. Мне чисто культурологически вот этот мостик был перекинут. Ну а дальше наступает в общем-то страшное. Потому что девочка в дневнике пишет о том, как забрали, арестовали отца ее подруги. И она пишет довольно открыто. Она пишет, что они в общем гады и сволочи, которые это сделали. и тут становится понятно, что действительность, которая девочку окружала, она была очень жестокой. Она была очень тяжелой. Ну, а дело кончилось тем, что за этот дневник девочку арестовали. Арестовали всю ее семью в 37-м году. Девочку звали Нина. Нина Луговская. И это уже ее фотография из ее папки, из ее дела. Девочка, слава богу, выжила. Арестована была вся семья. Но девочка на самом деле была ну, как сказать, из семьи как говорили в то время действительных врагов народа. Потому что отец ее был выслан репрессирован уже как СССР еще в конце 20-х годов. Она была очень заряжена негативно по отношению к обществу, потому что ей не давали жить с папой. Папа был выслан за, так сказать, было тогда уже понятие 101-й километр, ему не разрешали жить в Москве. И она, наверное, по сравнению со многими своими сверстниками, понимала больше. Но не понимала, что об этом нельзя писать дневники. Вот, значит, они были арестованы. И дальше я этим американским детям показала карту ГУЛАГа и рассказала о том, как это выглядело в 1938 году в нашей стране. И про это мы поговорили тоже. И вы знаете, это культурологически был довольно серьезный шок. но я вас уверяю, что если мы с вами покажем это нашим детям, у них будет шок меньше. Я это делала и это очень вообще был серьезный момент этой беседы. Не будем сейчас на этом останавливаться, едем дальше. И Нина и ее мама выжили, их в 1942 году освободили, то есть пять лет они отсидели. Нина стала художницей, она прожила очень большую жизнь, она умерла в 1993 году, незадолго до того, как ее дневник был обнаружен в архиве на Лубянке. И после этого он был опубликован. И вышла вот эта книга «Нина Луговская «Хочу жить». По-моему переиздавалась пару раз. Для чего я вам все это показала? Вроде как даже речь не о переводе. О том, что перевод это часть всего полотна культурного, который мы с вами как библиотекари, переводчики, литераторы «Хорошо бы, чтобы мы себе это представляли, хорошо бы, чтобы мы это ретранслировали нашим ученикам». Это важно. Перевод действительно может быть мостом между эпохами. И сейчас я вам покажу, как может переводческий проект сработать уже на другом десятилетия и на другом материале именно как мостик между культурами и эпохами. И это уже будет не допустим проект мой как переводчика, а это целый большой культурно-исторический проект издательства. Итак, несколько лет назад в издательстве «Розовый журав» вышла книга «Битва по средам». Автор Гэри Шмидт, американский писатель. Вот это у нас сначала такая я переводила, сначала была такая обложечка, потом стала вот такая обложечка, уже серийная. Многие из вас эту книгу знают. Там собственно действие происходит в течение одного учебного года в одной американской школе. 67-68 учебный год. Довольно важные годы вообще во всем мире. Об этом можно говорить. Что было в СССР в это время, что было в США в это время. Я сейчас вам не буду задавать те вопросы, которые я обычно задаю ученикам на таких беседах, но вот эта вот картиночка из книжки моего детства, потому что я собственно в 68 году училась в школе в начальной, я такой бивень-мамонка немножко. И я очень хорошо помню, как у нас основное было 12 апреля, у нас прямо все было космос, 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 это было самое важное, и соревнования, мы еще не очень понимаем, что такая холодная война, которая шла в то время вовсю, соревнования с Америкой, догнать и перегнать Америку и так далее. В общем, об этом надо говорить довольно много. И на самом деле издательство в какой-то момент они поняли, что эта книга дает колоссальный, колоссальный материал для того, чтобы говорить вообще о многих вещах со школьниками, ну, с читателями, скажем так, с потенциальными читателями. И они призвали чудесную девушку Катю Рабей, которая стала вести блог на сайте издательства Розовый Жираф. Этот блог там жив, хотя это все написалось несколько лет назад. Блог там жив, там очень много интересных материалов. И книга это, издание этой книги стало, ну, прямо историко-культурным проектом, очень серьезным. В частности, в книге очень много говорится о том, что существовали хиппи. Ну, все это там нормально в повествовании, в таком довольно интенсивном повествовании, но там очень много культурных реалий, очень много исторических реалий. Их желательно комментировать, потому что, ну, кто такие там дети цветов, почему там сестра главного героя нарисовалась на щеке цветочек. Это ж надо разобраться. Вот, девочка нарисовала на себе цветочки, вот эти хиппи, да, но это же не просто они веселились и танцевали, это же было протестное движение. Что за протест? Против чего протест? А вот против чего? Против нормальной обывательской жизни их родителей. Об этом целая статья Кати Рабей. Что еще она там осветила? Вот я буквально вам накидала несколько картинок, которые прямо с этого, из этого блога. У нас, я вам уже показала, да, вот, как у нас, так сказать, мы стремились в космос. А у них тоже было простремление в космос, такое все веселенькое, да, вот, они запускали вот так, на таких картинках своих девушек, вот, видите, да, в космос, и все это называлось спутник Бэйби, то есть, они к этому так немножко весело подходили, но гонка космическая была страшная в эти годы, просто страшная. Вот, что еще упоминается? Настоящая холодная война. я очень хорошо помню, как нас прямо в начальной школе обучали, как надо там вести себя при там атомной ядерной атаке, да, после ядерного взрыва, как надо мыть руки. Это смешно сейчас звучит, но это было, нас маленьких учили надевать противогазы. В Америке то же самое происходило. Вот эта семья оборудовала себе погреб, в котором они должны были отсидеть пережив все возможные ядерные атаки на свете. Вот это смешно, да, туалет в каком-то доме, но там несколько статей. Вот эта статья про то, как выглядел идеальный дом в те годы, что это такое, а идеальный дом это прямо, так сказать, главный герой жил в идеальном доме, и отец его был архитектор, архитектор прогрессивный, но очень любил классику, а в то время классика боролась с новым. И вот эта вот картинка показывает, и блок катеровый был посвящен тому, как можно сделать, ну, как новая архитектура пробивалась в те времена. Это вот такой вот интересный блокдом, построенный в Америке. Можно, конечно, подвергать сомнению ценности его архитектурную, но это было, и это отражение эпохи. А вот здесь вы видите наверняка, что это чайничек с Битлз, да, там написано The Beatles, и это тоже реалии, которые нынешние дети не знают, им надо дообъяснять, очень многое надо дообъяснять нашим хорошим детям, которые как бы много знают, но вот читают они эту книгу и точно понятно, что очень многое просто пропадает и никогда они к этому не вернутся и никогда они не узнают, кто такой, например, был доктор Кинг. А доктор Кинг, вот он, да, Мартин Лютер Кинг, он как раз в 68-м году был убит. И об этом надо поговорить, и о его роли вообще в истории тоже поговорить надо. А вот это знаменитая фотография, знаете, как 10 негритят у Агайца Кристи, а это называлось 10 негритят Кеннеди. Они, конечно, никакие не негритята, но как семья Кеннеди вымирала и отстреливалась планомерно. Это тоже важно для этой книги, потому что ровно в 68-м году весной был убит Роберт Кеннеди, младший брат Джона Кеннеди, который к тому времени, да, уже побыв президентом, был убит. И это тоже, это эпизод книги живой. Там сестра главного героя дико переживает смерть Боба Кеннеди, а она, так сказать, там была, его избирательная компания принимала участие. Об этом, обо всем целый большой, так сказать, раздел на сайте издательства. То есть из этого был сделан настоящий культурный проект. Ну и естественно мы все понимаем, что в 68-м году Америка, ну, как бы участвовала, да и СССР тоже участвовала, что там греха таить, не только в холодной войне, но и в горячей войне шла война в Вьетнаме. И этому посвящено очень много страниц в книге. И для того, чтобы их понять, тоже Катя написала несколько даже статей по поводу участия Америки в во Вьетнамской войне. Например, вот это вот человек, вот этот человек внизу, это Уолтер Кронкайт. Ну, это такая, такой комментатор был в Америке, такая говорящая голова, и там одна из глав книги, собственно, посвящена тому, как семья сидит перед телевизором, а Уолтер Кронкайт вещает, о передвижениях, передислокации американских войск. Все это безумно интересно, на самом деле. И все вот эти особенности, да, поведения людей, как люди дезертировали, вот это дезертиры, которые не захотели принимать участие в войне, вот они прилетели в Швецию. Кстати, очень интересно, и лица, несколько белых, белокожих людей, один чернокожий, афроамериканец, и вот там где-то человек еще и явно азиатских корней. То есть среди дезертиров были самые разные люди. А это вот как на демонстрациях вот эти хиппи, и в принципе в 68-м году было очень активное студенческое движение против войны, студенческие беспорядки против войны, как они общались на демонстрациях, вот они цветочки протягивали полицейским. Все это, а это реальное существование людей на войне в этих диких малярийных болотах Юго-Восточной Азии. Ну, а это возвращение солдат с фронта, вот они их встречают, и, собственно, таким же примерным эпизодом заканчивается и книжка, потому что вернулся пропавший без вести муж главной героини, учительницы этого мальчика. Я не буду пересказывать сюжет, но мне кажется, что чтение книги, которая подкреплена вот таким вот огромным культурологическим проектом, она всегда обогащает безмерно. Я всегда тоже стараюсь об этом говорить, писать, если у меня есть возможность что-то ввернуть вот такое вот, ну, как бы приближающее нас к иной культуре и к иному пласту истории, если можно что-то разъяснить, при том, что я вообще совсем не поклонник ссылок и сносок в детской книжке. Вы меня правильно поймите, я прекрасно знаю, с каким скрипом читают это дети. Значит, надо искать другие пути, другие способы. Ну вот, значит, мы с вами на сегодня уже почти приближаемся к завершению нашей беседы, но что я попрошу вас сделать до пятницы, если у вас есть энтузиазм и желание, если вы в пятницу собираетесь к нам сюда вернуться, на следующую часть беседы, более практико-ориентированную. Значит, вот снова Нора Яковлевна Галь. Вот та самая фотография, которую я вам показала в начале. И вот ее одна из последних фотографий. Нора Яковлевна Галь, замечательный совершенно переводчик и редактор, в течение многих лет собирала материалы своей редакторской работы, ну или там то, что ей попадалось просто там даже в газетах или еще где-то. И она в итоге написала книгу, которая называется «Слово живое и мертвое». Книга выдержала много изданий, но я вам показываю ту обложечку вот той книги, которая жива у меня дома, из которой я в обнимку живу, в общем, всю сознательную жизнь. И на основе которой я вам рекомендую, ну, тут самые азы собраны. И при этом тут все самое главное есть. На том этапе, о котором мы с вами говорим, нашим ученикам, пожалуй, что больше и не нужно. Вот четыре раздела книги, которые вам стоит одолеть. Она небольшая вообще по объему эта книжка. Там очень хорошие примеры. Там если вы ее прочитаете, мы в пятницу с вами в общем уже будем говорить на одном языке. Она очень легко находится в интернете. Вы прям набираете норгай, слово живое и мертвое. И это то, что вам поможет обучать учеников, если вы сами проникнетесь вот этим самым духом, если мы поймем, что перевозить надо не букву, а дух, вы сможете это ретранслировать вашим ученикам. И как мне кажется, мы к чему-то очень положительному и позитивному придем. Даже при том, что допустим, вы сами перевода художественного никогда не нюхали, но мне кажется, что здесь собрались сегодня люди, не чуждые слову, и поэтому все пойдет нормально, все будет хорошо. Теперь у нас есть немножечко времени на вопросы, но если вы их накидаете и допустим я сейчас не успею на все ответить, то в пятницу я точно на все вопросы отвечу непременно. Так что пишите. И мы продолжим в пятницу, но сейчас я в пятницу в пятницу gep вы